здравствуйте друзья сегодня я с вами поделюсь некоторой информации которую в общем то сама сегодня с утра только узнала об этом произошло вот что я из почтового ящика достала какое-то письмо рассылку в котором было сказано что город маунтинью собирается принять большинством голосов предложение уже она утверждена к тому чтобы быть представленным на выборах 8 ноября о том чтобы связи с растущим рентом ценами на жилье в маунтинью принять рент контроль я не знаю мы наверное говорили с вами вот михаил рассказывал о том что такой рент контроль в двух словах это вот что это у рент контроля есть две составляющие первая составляющая это цена на ориентованное жилье не может повышаться чем на какой-то процент в год и для теннентов это хорошо у них гарантированная это самое стоимость жилья а что же касается лендлордов хорошо если у них недвижимость куплено давно и она не является такой уж сильно дорогой и тогда они могут себе позволить повышать рент по чуть-чуть не в соответствии с ценами рынка но что получается например сегодня когда действительно за последний год стоимость ориентованного жилья на несколько что она удвоилась но она выросла где-то долларов на 600 на 700 месяц на единицу съемного помещения скажем так и конечно я тоже понимаю что это очень тяжелое давление на людей которые живут на зарплату пускай даже нет зарплаты не такая маленькая но вдруг взять на следующий год из кармана вынуть лишние 500 600 долларов а в стоимости за жилье это конечно очень финансово тяжело еще не прошло так много времени с тех пор когда мы сами были рендерами я понимаю как это тяжело другой стороны никто не хочет думать о лендлордах которые например несколько лет назад на пике купили многоквартирные дома с тем чтобы получать профит они положили туда деньги и деньги немалые такие многоквартирные дома там могут стоить пять семь десять сколько-то миллион зависимости от того сколько там юнитов в надежде получать профит и сейчас им вдруг скажут что нет ребята вы знаете что вот у нас маркет такой вот он вырос на 600 долларов месяц но вы не не вы можете повышать только один раз в год вы можете своим жильцам повышать цену 3 до 5 процентов и конечно эти люди которых огромные долги перед банками где они взяли деньги на покупку этой недвижимости они в общем-то оказывается в такой критической ситуации значит это положение которое собирается быть принятым она немножко такие дает какие-то нюансы потому что например вот то жилье которое сейчас строится она просто дорогой по определению своему они не могут не дать им возможность повышать рент просто потому что сама себе стоимость изложения очень высока и получается так значит то недвижимость которая была построена до 95 года она облагается этим рент контролем а то недвижимость которая была построена после 95 года не облагается и совершенно не зависит от того кто владеет и то есть либо это владельцы которые там 60-х годов 70-х годов когда все было построено владеет и тогда у них себестоимость этого дела не высока нет спокойненько могут это все держать другой стороны те которые недавно купили как я уже сказала для них это будет просто финансовая вообще катастрофа тут еще другой момент значит как только люди экономический рент контроль же практика показал есть много исследований на эту тему что рент контроль экономически не выгоден для этого города потому что недвижимость приходит в упадок если хозяин недвижимости не может повышать цену на жилье в соответствии с запросами рынка вынужден держать ее низкой да соответственно он не хочет вкладывать не деньги какой же ему смысл уже вообще в убытке быть а он и так едва концы с концами сводит а вот поэтому рынок жилья рентованного приходит в упадок это одна сторона вторая сторона это то что люди раз вселившись какую-то квартиру уже ни за какие коврижки оттуда не съедут это то что происходит сан-франциско то есть на нашей памяти поскольку сан-франциско рент контроль существует с незапамятных времен там проживали люди которые приехали вместе с нами а в то время когда мы приехали квартира с одной спальни и она стоила вот наша квартира стоил 750 долларов представьте себе что люди там сняли столько лет назад вот такую квартиру за 750 долларов ну и она росла потихоньку а в сан-франциско там от одного до трех процентов они могут в год повышать но прошло там 20 лет вот сколько они там до повышались может быть это квартира с одной спальни стоит полторы тысячи людям которые там живут то есть по нынешним рыночным временам это вообще ничто когда такая квартира сегодня ритуется например за две с половиной тысячи единственный случай когда хозяин квартиры может поднять цену если его жильцы выехали и он снова на рынке сдают эту квартиру последующим жильцам но поскольку эти люди выезжать никуда не собираются они раз прекрасно себя чувствуют в городе у них копеечный рент вообще ничего не стоит и их ничего больше не волнует не проблема лондорда они готовы там жить в неремонтированных апартментах чтобы вода капала и чтобы там все было в общем таком запущенном состоянии но они конечно платят совершенно жилье за копейки мало того у нас лично был такой случай когда мы своим жильцам не могли повышать цену они еще соблизали без нашего ведома то есть они еще рентовали и потеряли кого-то еще и у них уже никаких обязательств не было по поводу от цены на этот саблиза и они в общем-то за насчет поскольку мы несли ответственность за это самое то то что происходит с этим домом а нет никакой ответственности несли просто среди себе купоны и значит зарабатываете и у нас был жилец который за три года он таким макаром себе заработал денег и купил себе отдельный дом и съехал вот поэтому значит да и рент-контроль приводит к тому что люди не съезжают и свободного жилья нет то снять жилье невозможно поэтому если жилье освобождается цены на него становятся еще выше они как бы вот этой самой ситуации рент-контроля они провоцируются быть еще выше потому что жилье не хватает а спрос на жилье большой есть вот такая история все экономисты говорят что это не выгодно с другой стороны а какой-то другой альтернативный вариант может быть чтобы как бы и овцы целые и волки сыты не очень понятно потому что и действительно понятно ситуации ландлордов которые положив деньги хотят получать возврат на вложенный капитал и понятно ситуация тенентов которые тоже не готовы к тому чтобы платить так много за жилище поэтому ситуация в общем то такая вот сложная она действительно сложная и на сегодняшний день они пока что ничего лучше не придумали чем вот выставить на голосование такое предложение и поскольку в mountain view очень много рентеров и очень мало отдельно стоящих тому естественно хозяева отдельно стоящих домов и кондо они будут голосовать против жильцы эти вот тенанты которые снимают жилье они будут голосовать за но поскольку и большинство скорее всего это предложение в ноябре месяце пройдет вот значит исключением составляют на кого это не распространяется я сегодня очень долго искал чтобы понять это распространяется на нас или нет исключение составляют отдельно стоящие дома и кондоминиумы то есть вот вот этому разделению на то что да и недвижимость которая построена после девяносто пятого года многоквартирные дома построенные до девяносто пятого года они как раз вот подлежат вот это это регуляции и значит очень много выступлений от владельцев этих домов которые недавно вложились и они говорят что это просто для них катастрофа просто потому что они заняли деньги в банке они имели себе мысли свои что они будут выплачивать этот лоун и у них в конце концов начнет уже постепенно постепенно это сразу ничего не дает профит сдачи такого жилья потому что висит огромная сумма задолженности перед банком но через каких-нибудь там пять десять лет они ожидали что они начнут получать какой-то доход с этой недвижимости но вот эта ситуация ставит их вообще в положение когда они вообще неизвестно когда будут получать профит и они говорят ну неизвестно что делать люди купили старое жилье говорят нужно что его его просто сносить и строить заново чтобы она не подлежала уже рентконтролю можно было брать рыночные цены вот такая аховая ситуация у меня честно говоря на нее нет никакого ответа потому что я понимаю обе стороны но она не вот то решение которое предлагается она совершенно не удовлетворительная кроме того у этого предложения там у него две стороны одна сторона связана с тем что хозяин не может повышать цену за жилье в соответствии с ценами на рынке а вторая сторона состоит в том что он и выселить людей не может кроме как например вселиться самому и тут получается вот эта же самая ситуация что люди живут годами и вроде бы человек который владеет недвижимостью он является ответственным лицом он несет силой обилки несет все ответственность за эту недвижимость чтобы у него там все было в порядке а он не выселить жильцов не поднять рент не может вот так вот ребята демократия у нас тут видите как его действует так что мало не покажется а вот такая вот история дальше будем смотреть может быть они какие-то поправки внесут и это будет более каким-то нормально пока что это звучит все очень тяжело вот такая история на этом пока пока